Привет дружище, любишь всякие железяки? Я тоже. И вот как ты понял из начала меня ждало некоторое разочарование. С тех пор как просели в цене новенькие карты от AMD, RX 570, 80 и так далее, у народа как и у меня начал проявляться интерес к ним. Вот под нагрузкой моя система крошится и уходит в ребут. В чем же дело, виновник карта, драйвера, блок питания, материнка? Ведь в предыдущем видео, когда я ставил RX 570, тоже 8 гиговую, все шло как надо. Что ж такое? Забегая наперед скажу, что мы все равно увидим как работает процессор Ryzen 5 2400G в связке из RX 580, как это видео и задумывалось. А пока вместе окунемся в мир интересного мозга, еб... Да, это жестко. Итак, карточка 8 гиговая RX 580, прямой конкурент GTX 1060 на 6 гигабайт. Покупал в Украине в магазине Розетка. Почему она? Потому что я уже брал RX 570 данного производителя и вроде бы так ничего. А эта карта подкупила меня наличием 4 жирных медных трубок, наличием металлического бэкплейда и металлического кожуха. В теории все отличное, а главное цена. Она конкурентна и на долларов 50-60 дешевле ближайшего конкурента от NVIDIA. Да и бэкплейта в этой ценовой категории нет и вроде как охлаждение попроще. Короче, RX. Плюс гарантия и все плюшки от магазина. Ну что же, давайте немного о конфигурации. Процессор Ryzen 5 2400G. Материнка Asus Prime B350MA. Оператива 2 плашки по 8 гигабайт Kingston Fury HyperX 2400. Слегка разогнано в биосе до 2800. Блок питания AeroCool VX 550 на 550 Ватт. Собрано все это в микро АТХ корпусе от GameMax. Ну что же, дружище, догадался в чем проблема-то? В чем причина ребутов? Версию пиши в комментариях. Только давай без читинга. Не считай другие комменты, сначала пиши свой вариант. Это довольно бюджетная сборка с перспективой апгрейда. На то и рассчитывалась. И долгое время данная сборка успешно работала без видеокарты. Ни разу не подводила. И благо встроенное видеоядро Vega 11 позволяет перекантоваться и даже поиграть в некоторые современные игры. У меня две таких сборки, черная и белая. Инь-янь, так сказать. Черная моя, белая жены. Логично. Там уже стоит карточка RX 570. Ей хватает. Хочешь посмотри видос? Вот как раз ссылка выехала. А я решил шикануть и поставить более старшую модель. Ну что же, тут все просто. Снимаем боковушку с окошком, вставляем карту. И конечно же не забываем зафиксировать болтиком. Подключаем 8 пин, кстати, через переходник от двух моликсов. Так как тут только 6 пин для видеокарты. Дальше я запустил систему, удалил старые дрова, поставил новые. И попробовал отрендерить видео в первую очередь. Ведь для этого, по сути, я и собирал ПК. Все прошло успешно. Ролик был отрендерен немного быстрее, чем на RX 570. Приблизительно на одну минуту. Но рендер, по сути, упирается в проц. Все же, если брать с нуля для видеомонтажа, то хотя бы 6 ядерник или лучше 8 ядерник. Это даже важнее в рендере, чем в играх. Хотя данный проц очень неплох. 4К я монтирую на нем. И данный ролик тоже, кстати, сделан на этой системе. А вот что касается игр, то вы все видели сами. Я несколько разных игр запускал. Результат один и тот же. Ребут. Ведь вы уже написали в комментах, в чем проблема. Я начал грешить на блок питания. Если посмотреть на требования данной карты, то минимальная мощность блока питания должна быть минимум 500 ватт. У меня же 550. Ну, по крайней мере, так заявлено. Но, как на самом деле, все мы хорошо знаем, что китайцы часто любят добавить на бумаги сотню, а то и другую ватт в большую сторону. Я сразу решил переставить данную карту в другой белый ПК с таким же процем, но другой материнкой. И что вы думаете? Ребутов нет. Все идет плавненько и хорошо. Но есть маленький нюанс. В нем стоит точно такой же блок питания, как и в черной сборке. Классно, вообще. Отличненько. Но так как черная сборка трудилась дольше и усерднее, я подумал, что может блок уже немного подустал и потому меньше выдает, чем просит карта и система в целом. Ах да, RX 570, напомню, работала без вопросов черной сборки в том числе. Но у нее требования меньше. На 400, а не на 500 ватт. Ну что же, было решено заказать новый блок. И как советовали опытные в железяках подписчики и гости канала, даешь Чифтек. Ну Чифтек, так Чифтек. Выбор пал на Чифтек Proton BDF750C на 750 ватт. Что в нем хорошего? Ну, во-первых, хороший запас по мощности, если вдруг какой-то там RTX с трассировкой лучей захочется затестить тут. Во-вторых, он модульный. В-третьих, судя по отзывам, довольно надежный и соответствующий требованиям стандарта 80 плюс бронз. Ну и главная цена. Довольно-таки демократичная на момент покупки. Покупал в магазине Телемарц с гарантией целых 3 года. На тот момент у них была самая привлекательная цена. Ну что же, пациент скорее жив, чем мертв. Теряет сознание при нагрузках и срочно нуждается в пересадке блока питания. Приступаем к операции. Скальпель. Аккуратно вскрываем корпус и делаем осмотр в процессе. Как нам лучше всего добраться к причине? Мы видим, что сосуды основного питания организма залегают под материнской платой. Плохо. Тут не отделаться малой кровью. Для начала отключаем основные сосуды кровоснабжения от второстепенных органов, чтобы они нам не мешали. Отключаем большое скопление сосудов в виде питания материнской платы. Перевернув пациента и вскрыв обратную сторону, временно отключаем все жизненно важные органы. Отвертку. А теперь снимаем систему дыхания. Вот, смотрите, курить вредно. Отсоединяем крепление внутренних органов. Вынув внутряночку, пользуясь случаем, почистим организм от шлаков. Любой ПК истинный пылесборник. Ну и наконец, вот она, причина наших бед. Вот такой пыльный у нас красавчик. Опять чистим все от пыли. Настал черед нового питальника. Прикольно, что он модульный и не весь жмут проводов нужен в моем случае. И вот так все выглядит после подсоединения. Остается самое муторное занятие. Все это запихнуть назад и подсоединить. Согласитесь, выбирать запчасти и распаковывать их приятнее, чем запитывать потом все это дело. В общем, запихаем все кишки, вправляем, вставим на место, подключаем. Теперь это тру черная сборка, без цветных проводов, как было ранее. А этот паук из медных тепловых трубок, как бы тоже добавляет какого-то чувства уверенности, что ли. Зашьем-ка мы ему разрез. Подключаем, правда за кадром, и время первого включения. Жив ли наш пациент? Один, два, три. Что? О нет, только не это! Неужели все было напрасно? Ладно, шутка. Нужно было еще желательно включить блок. Все запустилось, ПК загружается. Быстренько включаем тест Cinebench R15. Тестируем. И видим неплохие 799 баллов. Теперь же я быстренько захожу в BIOS и одним нажатием кнопки подразгоню процессор. И после этого сразу виден небольшой прирост. Поехали дальше. В драйверах карт AMD уже предусмотрена возможность записи экрана, которая отъедает не так много ресурсов ПК, так что буду использовать в комбинации со съемкой на камеру. Ну и теперь главное. Игры. Начнем, пожалуй, со встроенного бенчмарка от Assassin's Creed Origins. Снимаю специально на камеру, чтобы был более достоверный результат. В итоге у нас средний FPS 46 кадров. В принципе, неплохо, играть можно, но я думаю, что именно в этой игре более мощный прот с этой картой добавил бы еще немножко FPS. В самой игре в Full HD и на высоких настройках, в принципе, тоже особых проблем нет. Дальше бенчмарк игры Far Cry 5. Показывает нам в среднем 65 FPS, что тоже есть гуд. В игре на настройках по умолчанию в среднем 50 кадров в этой локации. Если же понизить до высоких, то, конечно, прирост FPS ощущается. Но учитывайте тот факт, что я еще и записываю экран приложением от самих AMD. Эта игра просто отлично идет на этой связке. Ну и главная новость. Ребутов нет. Прот загружен в среднем на 50% введяха на 100. Линия Frame Time очень спокойная, почти штиль. И смотрим на количество занятой памяти карты. Почти все 8 гигабайт. Потому, думаю, есть смысл брать именно 8 гиговую с расчетом на будущее. Двигаемся дальше. Свежая и довольно требовательная игра Assassin's Creed Odyssey. Очень высокие настройки графики. FPS тут, конечно, не запредельный, но поиграть получится. Если не снимать экран, чуток может и повыше было бы. Местами могут быть просадки до 35 кадров. Но в целом нормально. Я заметил также, что температура нормальная. Но я специально снял боковую крышку, чтобы был доступ более прохладного воздуха. Так как вдува нет. Он мне и не нужен. В видеомонтаже сильный нагрев не грозит. Ведьмак. До сих пор актуальная и довольно тяжелая графонистая игруха. Настройки запредельные, только выключая эффекты волос у Геральда. Ему и так хорошо. 60 кадров как раз под мой 60-ти герцовый монитор. Линия Frame Time в норме. А теперь включим снова запредельные настройки, правда на этот раз с эффектами волос. И вот 10-15 кадров как не бывало. И Frame Time тоже изменился. Но я не скажу, что это как-то сильно влияет на ощущения в игре. Баттлфилд 1. Стабильные 60 кадров с отличным временем кадра нам гарантированы. Видишь, что там, Кэдвардс? Смотри, чтобы мы... Но вот тут в настройках есть интересный ползунок. Шкала разрешения. По умолчанию она стоит на 100. Но я выкручиваю на 200 и... FPS встает уже некомфортным. Зато картинка реально гораздо четче. Реалистичнее. Киношнее что ли. Опытным путем я определил, что можно ставить 140. Определенно лучше, чем 100. И FPS играбельный. Не знаю, передаст ли запись экрана это, но тут чуть ли не киношная картинка. Цель поражена! Поехали дальше. Battlefield 5. Ультра настройки и стабильные 60 кадров. Но так как у меня два монитора, как вы заметили, давайте-ка прикольнемся. Включим игру и одновременно пусть проигрывается 4К видео с YouTube. Отжирая ресурсы, конечно. Как видим, играть можно без проблем. Видно, что Battlefield хорошо оптимизирован под карты AMD. То, что нужно, так сказать. Ну так что же, какие итоги мы подведем после всех приключений и проведенной операции? Во-первых, пациент жив и чувствует себя гораздо лучше после установки более мощного блока питания. Потому, учитывая прожорливость карт RX, нужен нормальный блок с честными 500 ватт. Или, если собираете сборку под будущий апгрейд, то тоже покупаем нормальный блок, не экономим. Второе. Если брать Ryzen 5 2400G со встроенной графикой, а потом подсобирал поставить, как это сделал я, довольно производительную карту, для игр будет вполне нормально. Я думаю, для данного процесса подойдет даже и что-то более мощное. Третье. Если брать новую карту, свою систему, то по ценам, как по мне, на данный послемайнинговый момент, привлекательнее смотрятся карточки от AMD. Плюс технологии FreeSync и так далее. Но это, конечно же, дело вкуса. RX 580 данного производителя все же будет ощутимо получше, чем 570. За счет лучшего охлаждения, отсюда и меньше шума, ну и, конечно же, большая производительность. Четвертое. Для видеомонтажа, если позволяет бюджет, лучше сразу брать что-то восьмиядерное, если это Ryzen Plus карточка. Но, повторюсь, для моих целей мне, например, пока данного камня вполне хватает. Потому как бюджетный вариант для монтажа в Full HD можно брать даже без видяхи. И да, подмечу, что система очень тихая. Блок питания тоже тихий. Хотя я встречал мнение о том, что кулер в нем, конечно, не самый топовый в этом плане. Но в целом шума, особенно в простое, очень мало. Кулера карточки начинают работать только с 55 градусов. Ставь лайк, подписывайся на канал, если хочешь, чтобы я смоделировал ситуацию, когда я купил данный процессор, сидел на встройке, а потом рискнул и по дешману взял GTX 1070 после майнинга Solo X или Avito. И познакомил ее с данным процессором. Ссылки на комплектующие смотрите в описании. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok